Как Жамбулская область готова к новому учебному году? Справились ли мы со сроками строительства, капитального ремонта школ? Что будет с трехсменкой, с обеспечением горячего питания, учебниками? Ответы на эти и другие вопросы узнаем сегодня. Добрый вечер. В суде рядом со мной заместитель руководителя областного управления образования Мухит Аманкович Насанбаев. Мухит Аманкович, обычно стандартно. Мы начинаем с вопроса, какова готовность области школ, средних учебных заведений с капитальным ремонтом. Все ли мы успели к 1 сентября, вот как мы планировали, и что удалось осуществить, что нет. Коротенько, доклады устраивать не надо. Спасибо за вопрос. Можно я вступление начну с того, сколько у нас детей в этом году посетили школу. В этом новом учебном году 249 820 детей посетили школу 1 сентября. Из них в первый класс пошли у нас 22 984 ребенка. Это говорит о том, что мы по сравнению с прошлым годом на 1000 детей больше увеличили приход детей. Касательно ремонта. В текущем году запланировалось строительство 25 объектов образования. До конца года планируется ввод в эксплуатацию 9 школ и 5 пристроек. И 1 сентября текущего года в день зданий была открыта школа на 150 мест в селе Шухай Жамбулского района. Остальные 8 школ и 5 пристроек планируется ввести в эксплуатацию в ноябре-декабре текущего года. В соответствии с графиком работы, так как эти все мероприятия у нас запланированы согласно соответствующего графика. И по этому графику будет работа завершаться. Строительство 11 объектов будет завершено в 2024 году. Соответственно за счет вот этих новых объектов мы решим те проблемы, которые были на сегодняшний день именно в системе образования по ситуации, которая до этого поднималась. Это трехсменные образования и ветки учебных заведений. Мы постепенно эти вопросы решаем. В этом аспекте государство нам помогает согласно предоставленной заявке со стороны области и выделяются средства из республиканского бюджета и также с местного бюджета. В принципе управление образованием на сегодняшний день согласно плану справляется с теми задачами, которые были ранее поставлены перед нами. Хорошо. Скажите, у нас все-таки получается, как я поняла, восстановили прежнюю продолжительность учебного года. То есть у нас по-старому будет? Вот это объясните. Да, да, да. Вы, наверное, через средства массовой информации эту ситуацию знаете, что согласно приказу министра просвещения срок окончания учебного года перешло в старый формат 25 мая. Соответственно, также сохраняется вся учебная нагрузка, но будут дополнительные занятия и в субботу, но для старших классов по дополнительному образованию и по некоторым предметам. Все остальные учебные классы будут учиться в прежнем формате пятидневки. Давайте теперь перейдем к вопросу. Я так думаю, что этот вопрос телезрителей наших интересует. И вот сейчас мы рассказываем им, немножечко на камеру вы поглядываете, пожалуйста, чтобы телезрителю было приятно, что вы рассказываете это ему, большей части, чем мне. Я говорю о реализации национального проекта «Комфортная школа». Вот. Ну, большей частью, как я поняла, этот проект будет реализовываться в 2024-м. Правильно я говорю, нет? Да, да. Вы точно заметили, спасибо за вопрос. В 2023-2025 годах в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 12 школ на 9500 мест. Если конкретно говорить, это в Байзарском районе одна школа, в Жамбульском районе одна школа, в Курдайском районе три школы, в Меркенском районе одна школа, в Шуйском районе две школы и в городе Тараск четыре школы. Согласно плану, в 2024-м году будут введены в эксплуатацию 7 школ и пять школ в 2025-м году планируются. И за счет этого мы тоже решим много вопросов. Сама «Комфортная школа» будет сильно отличаться от тех школ, которые на сегодняшний день у нас присутствуют. Это, во-первых, оснащение. Все условия для детей, для того, чтобы они могли хорошо получить образование. И образование будет протекать именно в тех аспектах, которые ранее не встречались в прежних школах. Это улучшенная форма обучения, полностью обеспечена последними технологиями, всевозможными кабинетами. Кабинеты будут оборудованы последними технологическими возможностями. То есть «Комфортная школа» предоставляет для детей возможность очень свободно и также доступно получать образование и при этом находиться очень в комфортных условиях, можно сказать. Скажите, пожалуйста, а вот как будут решаться проблемы трехсменки в этом новом учебном году? И сколько у нас школ с дефицитом ученических мест? Ну, дефицит ученических мест мы постепенно решаем. За счет введения новых учебных учреждений и за счет пристроек к действующим учебным заведениям мы этот вопрос уже постепенно решаем. Но мы планируем этот вопрос полностью решить до конца 2024 года. Скажите, как в этом году с проблемой нехватки педагогических кадров? Насколько область вот это вот будет ощущать и ощущает уже сейчас? И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали именно вот как с этой нехваткой насилие обстоит. Каких учителей, предметников нам не хватает? Спасибо за вопрос. Больше где недостачи? Насилие или в городе? Насилие. Насилие. В связи с этим в августе 2023 года в организации образования области возникла потребность в 310 специалистах, в том числе учителя начальных классов по русскому языку, по специальностям английский язык, русский язык, математика, физика, химия и так далее. В частности, эти вопросы мы решаем за счет сотрудничества. Мы работаем в тесном контакте с высшими образовательными учреждениями, с вузами. Мы им предоставляем возможность трудоустроиться в сельских местах и, соответственно, получить те возможности, которые на сегодняшний день гарантированы для молодых специалистов, которые будут свою работу осуществлять в сельской местности. И в связи с этим мы думаем, за счет этих мотивационных моментов мы сможем решить и этот вопрос. Вы знаете, насчет этих мотивационных моментов. Было в свое время и с дипломом на село, и чего только не было. И подъемные были. Но ситуация в корне, так сказать, в хорошую сторону еще не меняется, да? Да, да. В связи с этим мы, я же до этого подчеркну, что мы в тесном контакте работаем с вузами, проводим разъяснительную работу и профориентационную работу. Но это дает вот какие-то результаты, да? Да, да, плоды есть, плоды есть. На сегодняшний день уже дети, которые завершают школу, они уже ориентированы на те направления, которые будут после окончания востребованы именно в системе образования. То есть мы уже перед детьми в стенах школы ведем профориентационную работу и акцентируем внимание на какие на сегодняшний день очень востребованы специалисты, на какие это специальности, какие нам нужны учителя. В связи с этим мы их внимание акцентируем именно в то русло, в которое они должны направлять свое знание и возможности. Хорошо. Давайте теперь вот по части социальной помощи детям, из малоимущих, новодетных семей, да? Вот. Какова обеспеченность одежды, канцтоварами? Ну вот каждый год же мы это дело проделываем перед ходом нового учебного года, как нынче. В этом аспекте у нас тоже ведется соответствующая работа. Как вы знаете, у нас есть общая республиканская благотворительная акция «Дорога в школу» на обеспечение детей одеждой и канцелярскими товарами. В 2022 году предусмотрено было 37 389 тенге. А в текущем году на эти цели государство выделяет 40 567 тенге на каждую рябленку. И эта сумма перечисляется именно на счет родителей. Этим, этой ситуацией мы тоже этот вопрос решаем, но также мы сюда привлекаем и спонсоров. За счет спонсоров мы на сегодняшний день обеспечили в рамках акции «Дорога в школу» обеспечили 2130 детей отдельных категорий на сумму 68 377 тенге. То есть вот что планировали, кого охватить, это все удалось, да? Удалось, но эта работа будет также продолжаться до конца сентября. Мы будем привлекать и спонсоров, и силы. То есть наступило 1 сентября, остановки не будет? Нет, продолжаться эта работа будет. Ну и правильно. Не для галочки, а для детей получается, да? Точно указали. Ну давайте теперь что? Возьмем вопрос организации горячего питания, да? Вот как он будет? Бесплатно вообще кто будет бесплатно питаться? Бесплатно будет питаться... Определенная категория детей, да? Да, да, да. Дети с 1 по 4 класс они будут обеспечиваться одновременным горячим питанием. На основании решения нашего Жамбулско-областного маслехата на эти цели были выделены 2,5 миллиарда тенге. В настоящее время проведена соответствующая работа по обеспечению школьников горячим питанием. И за счет этого мы этот вопрос тоже с полной решаем. Ну а теперь вопрос, который, в общем-то, волнует и всегда, в общем-то, такой актуальный. Он в свое время, года 2 назад или полтора, нехорошо прославил нашу область. Я говорю о проблеме уличных туалетов. Вот тогда, в тот срок, который я упомянула, мы провалили эту работу по установке теплых туалетов. Скажите, вы за эти полтора-два года что-то удалось к лучшему изменить? И вообще у нас остались школы с уличными туалетами? Спасибо за вопрос. Да, это печальная ситуация, которая осталась в памяти у людей. За счет этих моментов мы исправили ту ошибку, которая была на тот момент. Хотя в период, когда эти школы закладывались, в проекте было предусмотрено, это уличный туалет был предусмотрен. Но он на тот момент не представлял опасность или не составлял какой-то дискомфорт. Но, соответственно, сейчас уже время другое, современное общество. В связи с этим мы на сегодняшний день, из той ошибки, которая была на тот момент, мы эту ситуацию сполна исправили. Во всех школах сейчас есть внутренние туалеты. Во всех школах. Даже в школах, которые располагаются в сельской местности. Эти туалеты присутствуют. Вот так утвердительно говорите, да? Да, мы сейчас эти вопросы решили. Соответственно, эту ситуацию кроме нас сейчас могут и контролировать и общественники, которые постоянно эту ситуацию мониторят. Они видят, что за счет спонсоров, за счет средств бюджета мы за эти годы решили этот вопрос. Обеспечили туалетами школы, которые ранее не имели возможности этих объектов внутри здания. Ну, давайте от туалетов перейдем к цифровизации, компьютеризации. Я хочу сказать, что помните, вот в период пандемии было дело так, что в глубинку, глубинка не могла учиться онлайн, потому что был слабый интернет. Вот. Как сейчас на селе с этим? Да, это одна из серьезных проблем на сегодняшний день. Мы эту ситуацию решаем совместно. На эти цели, на модернизацию школы государство также нас поддержало. Регионы, где есть государственные учебные заведения, можно сказать, мы сейчас обеспечили интернетом. На школы, которые скорость интернета составляла ниже 20 мегабит, было выделено 165 миллионов тенге в этом году. За счет этой работы совместной мы достигли результата. Конечно, мы провели колоссальную работу с операторами, которые предоставляют именно интернет-ресурсы. И в связи с этим в 28 школах повысилась скорость интернета на сегодняшний день по области. И эту работу мы также будем продолжать. На эти цели у нас есть средства, и если средства у нас не будут достаточно, мы также будем планировать его и на следующий год. Но интернеты на сегодняшний день, мы можем сказать сполна, что мы этот вопрос решаем совместно. С управлением цифрализацией. А вот знаете, мы уже какой год говорим, что дети из социально уязвимых семей должны быть обеспечены компьютерной техникой, качественным интернетом. Тогда как шел разговор, что каждое село с населением более сколько? 250 человек, по-моему, должен получить доступ в интернет. А вот обеспеченность детей из малоимущих семей компьютерами, это сегодня как обстоит? Ну, в этом аспекте я могу сказать, что этот вопрос решается, но за счет спонсоров мы этот вопрос постепенно решаем. Но в школах в первую очередь мы создаем все условия, чтобы дети могли в стенах школы работать именно с компьютерами и выполнять соответствующие задания. Где есть необходимость иметь это самое оборудование, как компьютер, мы за счет спонсоров, ну не скажу, что мы прям сполна решаем, но за счет спонсоров мы как-то добиваемся тоже хороших результатов. Вы знаете, вот какое-то время назад, ну несколько лет во всяком случае, область Жамбулская подвергалась критике по поводу освоения финансовых средств, выделенных регионом на развитие сферы образования. Вот тогда были какие-то вот такие негативные моменты, просчеты. Нынче как вот с освоением? С освоением у нас все по графику выполняется. Также я хочу подчеркнуть, что... Да, да, на модернизацию школы вообще в этом году было выделено 2,5 миллиарда тенге. Из них миллиард 700 с лишним миллионов тенге были выделены именно на обеспечение безопасности в школах. Остальные средства были выделены в размере 776 миллионов тенге для обеспечения 90 модифицирующих кабинетов. На сегодня, на сегодняшний день приобретено уже 22 кабинета по модификации. Этот вопрос тоже мы... С видеокамерами как? С видеокамерами у нас по области это 100% камеры обеспечены. Насилие тоже? Насилие также. Насилие также. Согласно 117 приказа, есть объекты образования делятся на 3 группы у нас. И, соответственно, по категории они должны обеспечиваться теми оборудованиями, которые необходимы для полноты обеспечения. Это, допустим, турникеты, тревожные кнопки, охрана специализированная. Во всех школах, располагающихся в районах, центрах, в городе, на сегодняшний день присутствует охрана. Есть в каждом учебном заведении тревожная кнопка. Во всех учебных заведениях присутствуют видеокамеры. И видеокамеры еще интегрированы в отделы, отделы, которые тоже наблюдают нас со стороны в целях того, чтобы контролировать ситуацию по безопасности. Мы, в общем-то, исчерпали все свои вопросы. Хотелось бы, если можно так, это бегом пройтись. Вот всегда говорили, что в идеале, да? Вот в областях каждое управление, школа, должны всецело освоить программу гражданского бюджета, отчитываться на сайтах о каждом потраченном тенге. Каждая школа должна вывешивать свои бюджеты, чтобы родители могли видеть фонд оплаты труда, что приобретают, на что расходуют государственные школы. Вот в этом отношении вы как-то эту работу усиливаете? Да, да, у нас в этом аспекте есть прозрачность. У нас уже это, можно сказать, в традицию вошло. Все руководители за тот определенный период работы, они публично отчитываются. Полностью раскрывают, куда были потрачены деньги, на какие средства, что приобрели, соответственно, что за тот период сделали, какие мотивационные работы сделали для того, чтобы улучшить возможности для учителей, какие изыскали средства для улучшения материально-технической базы, школы или колледжей. В этом аспекте у нас сейчас работа очень идет прозрачно. Хорошо. И мы требуем от каждого руководителя, чтобы они были открыты для общества и не создавали какое-то недоверие и всякого рода сомнения. Спасибо вам. Я напомню телезрителям, что в студии у нас сегодня был заместитель руководителя областного управления образования Мухита Манголович Насанбаев. Спасибо вам. Ну, я в свою очередь хочу пожелать началом нового года, учебного года, чтобы он этот год прошел хорошо. Спасибо. И для вас, педагогов, и для наших жамбылских детей. Это очень важно. В связи с этим я, пользуясь этой возможностью, хочу призвать именно сообщество, это родители, это мы все, чтобы мы акцентировали внимание на детей. Дети – это наша общая защита, которая должна осуществляться со стороны родителей, со стороны педагогов. И чтобы результат был, мы должны совместно вести работу в целях того, чтобы воспитать в человеке хорошие качества, показать в нем возможность, чтобы он стремился вперед, и создать ему те условия, в которых он мог развиваться очень плодотворно и комфортно. На этих добрых словах мы завершим с вами наш эфир. Спасибо вам. И всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова